Псалтырь 72, 27-28 Ибо вот удаляющиеся себя от Тебя гибнут Ты истребишь всякого отступившего от Тебя А мне благо приближаться к Богу На Господа Бога я возложил упование мое Чтобы возвещать дела Твои 72, 27-28 Друзья мои Вам знакомо такое выражение Что я с этого буду иметь? У нас в Одессе этот вопрос самый задаваемый Если вы приедете поездом на вокзал И вы выйдете наперед и спросите кого-то А как мне? Вы не успеете задать вопрос А собеседник вам скажет А что я с этого буду иметь? Если вы становите таксиста Чтобы вас куда-то подвезти Он не спрашивает Куда, в какую сторону Первый его вопрос А что я с этого буду иметь? И есть такой То ли шутка То ли в справде Было так В роддоме Мать родила ребенка И врач приносит Покормить И на третий раз Когда врач приносит ребенка Мама спрашивает Доктор А почему каждый раз Вы его приносите А он спит? А доктор отвечает А он думает Что он с этого будет иметь? He's thinking What is he going to get out of it? Друзья мои Мы живем в такое время Когда Добрые дела Или добрые поступки Потеряли свой смысл Such a time That when good deeds Lost their meaning Or their value Когда вот просто так Помочь Или просто так Подвезти Или просто так Прийти When just To help someone To help them Drive somebody somewhere Or to just Help out И что-то сделать для вас In any manner Оно потеряло Смысл A point Мы из всего Ищем выгоды И из всего Ищем какую-то Корость Something that We can all get Out of it Вот в такое время Мы живем And this is the time That we live in Вам знакома Такая картина Молодая красавица 17-18 лет Девушка Идет под венец 70-летним Дедушкой Is getting married To a 70-year-old Grandpa И в ЗАГСе Спрашивают По любви Или вы Соединяете Вашу жизнь И ответ Конечно По любви И легко догадаться Что там Большой любви Нету Просто Корость Есть Дедушка Немножко Богатый Немножко Накопил Несколько Миллионов А что я с этого Буду иметь Если я выйду замуж Я буду иметь Такую-такую-то сумму И я привел Много-много-много Примеров Откуда люди Пытаются Иметь какую-то Выгоду Какую-то Корость Что я с этого Буду иметь Знаете Самый простой Пример Дружба Мы даже В дружбе Ищем Корость Раньше Дружили Просто так А сейчас Смотришь Возле какого-то Бизнесмена Возле какого-то Знаменитого Певца Или певицы Всегда люди Всегда друзья А возле Петра Возле Степана Возле Потому что там Я могу Что-то иметь Я имел Одного друга Депутата Нет Он был Помощником Депутата Много-много Лет И Я вспомнил О нем Много лет Спустя И позвонил Ему А кто-то Мне подсказал Что у него День рождения Он уже Не был Депутатом Я ему Позвонил И начал С того Я поздравляю Тебя Алексей С днем Рождения Он сделал Долгую Паузу И говорит Ты знаешь Петр Если я Не ошибусь Что ты второй За сегодня Кто-то Мне позвонил И поздравил С днем Рождения А помнишь Когда я Работал Депутатом Мой телефон Разрывался Мой Мэйл Разрывался Мне писали Мне присылали Открытки Десятки Десятки Людей Я даже Не мог Отвечать На эти Поздравления Каждому Потому что Было их много Вы улавливаете Тогда Я мог Что-то иметь А сейчас Он просто Простой водитель Простой таксист Зачем ему Звонить А мне Благо Приближаться К Господу Вы знаете Кому Принадлежат Эти слова Эти слова Принадлежат Одному Великому Мужу Божьему По имени Асаф Он был Служителем Божьим Он служил При храме При Соломоне Соломонового Храма Не было При Скинии Он был Служени Он был Поэтом Он писал Песни Он был Музыкантом Он играл На инструментах Он был Одаренным Он был Помазан Потому что Его Песни Вошли В Псалтирь В Эти песни Пели В храме Впоследствии Он Отдавал Себя Служение Богу Полностью И целиком Но однажды В его жизни Начались Духовные Поиски Началась Духовная Борьба Он Начал Написано В 72 Псалме Начал Смотреть Вокруг Он Начал Разглядываться На тех Кто Его Окружает И Он Стал Замечать Что Вокруг Него Другая Атмосфера Вокруг Него Люди Которые Выглядят Иначе Чем Он Вокруг Него Люди Которые Я Образно Скажу Ездят На Более Лучших Машинах Чем Он Если Парапhrase Или Парапhrase С Машинах Вокруг Машинах Вокруг Машинах Вокруг Машинах Если Вы Прочитаете Там Очень Интересно Написано Что Люди За Которыми Наблюдал Асав Они Были Напыщенными Они Не Так Работали В то же Время Хорошо Жили С них Как бы Жир Такие Упитанные Красивые Легко Передвигались И В Асав Началась Духовная Борьба И Он Задал Себе Вопрос И И Беган To Question Хорошо Я Служу Я Служу Я Посвятил Себя Богу Я День И Ночь Перезываю За Дело Божие Они Живут Лучше Чем Я Они Проводят Время Лучше Чем Я 72 Псалом 13 стих Он задает такой вопрос Так же не напрасно Я очищал свое сердце Два тринадцать Так не напрасно ли все эти мои старания Are all of my Everything that I've done in vain Так не напрасно ли все мои труды И все что я делаю All of my works and everything I've been doing So hard is it in vain Это стало его мучить And this began to trouble him Я с этого ничего не имею I have nothing out of it И смотрю далеко Ничего не предвидится And if I look further ahead I don't see anything coming That I can get out of it Дорогие посещали ли вас Когда-либо такие мысли Dear ones Have you ever had such thoughts Приносили вам враг вашей души Вот такое вот семя Которое посеяло ваше сердце Я знаю многих Которые подались на этот крючок That have been caught That have been caught onto this hook In verse 17 Принимает правильное решение Друзья Makes a decision Он говорит Доколе не вошел я во святилище Этот вопрос меня мучил Until I came into the holiness Я боролся с этой мыслью И я был на волоске От того чтобы сорваться И я был на волоске От того чтобы сорваться Но я решил войти во святилище Я не знаю Это дословно ли так написано Или это образно написано Святилище это место Где пребывает Бог Бог сказал Моисею Чтобы он построил Скинию Где он будет обитать Среди людей Скиния была построена Из трех отсеков Из трех помещений Первое помещение Это внешний двор Туда все приходили Приносили жертвы От этих жертв Можно было есть Жареное печеное мясо Было такое как бы Семейное паре И туда многие люди Любили приходить И на этом их поиски Останавливались Бога Где ты ходил Я ходил в Иерусалим Я ходил в храм И что ты делал Я принял жертву Мы веселились Второй отсек Второй отсек был Святое святых Или святилище Там был тресвечник Семисвечник Где постоянно горел свет День и ночь Там были хлебы предложения И там был жертвенник Где приносился Постоянный огонь Фимеан Что символизирует Молитвы святых И вот в это помещение Не все заходили Потому что там Нужно было молиться Потому что там Нужно было Войти Исповедовавшись Перед Богом Because that's where You needed to go And testify before God Washing your feet And hands Making sure you're cleansed Because you couldn't Just walk in there And the third one Was the holy of holies Which is only where The priests Were able to enter And everyone else The entrance Was close to them And so he says I will go into this Court And I will talk With everyone But when this Started troubling me Когда я видел Что чем больше Я ищу Что я Могу от этого иметь Когда я увидел Что я начинаю Удаляться от Бога Он принимает Правильное решение И говорит Доколе не вошел Я во святилище И там он получил Откровение Какое было Откровение Мы можем только Себе представить Но он вышел С результатом Он вышел С откровением Что он увидел Кончину этих людей И какова она Плачевна Ничтожна Когда я увидел Он увидел Он увидел И что он Оттого Что служит Богу Будет иметь И что он Оттого Что служит Богу Будет иметь Это окрылило Его Это подняло Его И он принимает Решение А мне Благо Приближаться Господу И когда он Получил Это откровение Он не может Понять Ибо Вот удаляющие Себя От тебя Погибнут Простая истина А что он Раньше этого Не видел Он получил Откровение Они погибнут У них Плачевная Кончина А мне Благо Приближаться Господу Потому что У меня Как в мире Говорят Столько Козырей У меня Столько Прибыли Столько Корости От этого И немножко Позже Он перечисляет А мне Благо Приближаться Господу Друзья мои Такая мысль Быть в освятилище Это большое Благословение Быть в присутствии Бога Получать откровение Для своей личной жизни Когда нас Постигают Вопросы Когда мы Приходим В недоумении Когда мы Приходим Как многих Дорог Когда мы Приходим Many Different Многих Дорог Давайте Поступим Так Как поступил Асав Войдем Восвятилище Потому что Там есть Ответ Данил Говорит О ищущие И Это С Ошаждущие Бога Они Усилятся Откровениями Познаниями И будут Действовать Асав Получает Ответ И Асав Получает Ответ Он Увидел Что От Этого Будет Иметь И Выразил Это Слово А Мне Благо Приближаться К Господу Хочу Перейти К Давиду Мне Кажется Без Давида Сложно Построить Проповедь 62 9 Псалом 62 9 К Тебе Прилепилась Душа Моя Десница Твоя Поддерживает Меня Друзья Мои Давид Говорит Не просто Он Полюбил Бога Не просто Он Решил Ходить С Богом К Тебе Прилепилось Мое Сердце И Попробуй Меня От Тебя Разделить Это Невозможно Как так Давид Что Тебе Не нашлось К Кем Прилепиться На земле Тебе Нет К Чему Прилепиться Can you Can you Not Find Something That You Can Cling To Here On Earth Samson Прилепился К Женщине К Долиде Samson Found A Woman Who He Can Cling To Philistine Lod Прилепился К Богатству And Lot He Clung To His Riches And There's Many Other Examples But David Says I Have Chosen To Cling To God He Says Because Your Hand Upholds Me He Had Something He Can Get Out Of This David You Have God's Hand Upholding You Remember When He There In Duba And Remember When He Was In That Valley Facing Goliath Face To Face And It's Written That Everyone Was Able To See How Great And What Kind Of Mighty Warrior Was Goliath But David Saw The Right Hand Of God That Was With Him And There Was Victory This Is Something That David Was Able This Is Why He Chose To Cling To God He Had Support From Him A Great Love That Never Changed He Says The Lord Is My Shield He Is My The Source Of My Life He Is My Shepherd Shepard And There's No One Else David What Were You Able To Get Out Of It I Would Like For Us To Open Our Last Scripture And Then In A Little Bit We Will Come To An End 102 Psalms Psalms 102 David David What Do You Have Out Of This And In Verse Three He Replies He For Me All My Transgressions And He Heals All Your Diseases Who Delivers Your Life From The Pit Who Crowns You With Loyal Love And Compassion Satisfies Your Life With Good Things And Verse 6 Says The Lord Does What Is Fair And Executes The Justice For All Oppressed These Are The Seven Privileges That David Has Received In God And That We Have In God He For Gives My Transgressions Are My Saints David To Understand What Kind Of Life Is It Is To Be Free From Sin And He Speaks On His Day And Night And He Says When I Was Hiding My Sin My Bones Were Dying Within Me But When I Revealed My Sin You Forgave Me Here Is The Point Just My Children To God I Had A Friend That We Spent All Childhood Together And Now We're Both About Sixteen And Maybe He's A Little Older And So Invites Me And Calls Me Up And I Say He Says To Me Peter Are You Maybe Upset With Me At Something And I Say What Do You Mean But Have You Forgiven Me And I Ask Him What From You When We Were Young Everyone Has Their Own Hobbies We Decided To Raise Pigeons And My Otec Dружil S Одним Человеком Kоторый Действительно Подарил Красивых Хороших Голубей And My Father He Had A Friend Who Gifted Us Beautiful Pigeons And They Were Lakers And They Were Tiny I Was Raising Them With My Own Hands And Then There Was A Time When They Disappeared And They Disappeared For Almost 50 Years And So My Friend Tells Me Peter I Stole Those Pigeons And I Said Yuri Well I Already Forgot About It And No Peter Please Forgive Me I Want To Hear From You Say You Are Forgiving Me You Know How Many Years This Has Been On My Heart And I Been So Many Times In My Life When Was Just Holding By Thread Between Life And Death This Tormented Me And So We Joked About This And I Told Him I Forgive Him But The Strength Of Sin Is So Powerful But God Forgives Us Our Transgressions Friends He Forgives Us Our Transgressions And Do We Have Something Out Of It So What If I Serve God But Here Is What I Have He He All My Wounds And We Need To Speak On This Even More And Testify Of This We Need To Lift Up Our God And Not Forget His Good Deeds Stores God He 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 My Life From The Pit As Yuri Said Today He Saves My Life From Pit There's A Whole Bunch Of People Trying To Go And Buried Jesus He он останавливает и воскрешает сына вдовы из Наина он избавляет от могилы за несколько шагов до могилы а Лазарь и о Лазаре можно много сказать венчает меня милостью милость Божия была явлена каждому из нас своей праведностью своими новыми делами мы никогда бы не заслужили в церкви и сидеть сегодня в доме Божьем но потому что милость Божья была явлена каждому из нас мы сегодня спасены помните когда женщина пришла к к Наполеону remember when the woman came to Napoleon and her son was supposed to be killed and she fell on her knees and began to beg forgive 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 my son он говорит твой сын достоин смерти он ничего доброго он не достоин милости она забила за него ноги говорит Государь милость не заслуживается милость проявляется вот мысль Бог проявил к нам с вами такую великую милость венчает тебя благами все благами желания твоей творит правду и суд всем обиженным если вы когда нибудь проходили через несправедливый суд когда вы знаете что ты прав о тебя осуждают когда судья неправильные когда законы неправильные творит суд и правду всем обиженным he is the one who carries out judgment and righteousness щедрый милостив долго терпелив не до конца гневается он не вовек негодует не под беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам и дашь у меня как высоко небо над землей так велико милость Божья that's how great his mercies are towards us David, почему ты так прилепился к Богу David, why are you so clinging to God я знаю почему потому что в Боге я нашел ответ на мой вопрос друзья мои если когда-либо постигнут нас такое искушение и мы будем рассматривать вокруг и мы будем видеть как бы в нашей жизни несправедливость что никак не так судьба должна была распоряжаться со мной войдем в святилище Божье получим откровение и как Асав скажем а мне благо приближаться пусть не честивые оставляют а мне благо я знаю почему и что я имею в нем и что я получу от этого подойдем в следующем Продолжение следует...